Музыка Среди стихов Сергея Есенина есть произведения, которые резко отличаются от хулиганских мотивов и куплетов о природе. Цикл стихов «Любовь хулигана» поэт посвятил женщине, которая так и не ответила ему взаимностью. Семь прекрасных стихотворений, оставленных поэтом, красноречиво говорят о том глубоком чувстве, который испытал поэт к этой женщине. Августа Леонидовна Миклашевская. Ее знает каждый человек, знакомый с творчеством Сергея Есенина. «Заметался пожар голубой. Дорогая, сядем рядом. Мне грустно на тебя смотреть. Эти возвышенные строки о любви Есенин написал после знакомства с этой женщиной». Августа Миклашевская была актрисой при Московском камерном театре и часто ездила с гастролями по стране. С мужем, юристом Миклашевским, Августа Леонидовна развелась после рождения ребенка. Интересно, что Игорь Львович Миклашевский, сын Августа Леонидовны, позже стал профессиональным боксером и разведчиком, агентом НКВД, которого готовили для ликвидации самого Гитлера. Знакомство с поэтом. Сергеем Есениным их познакомила жена друга поэта Анатолия Марингофа, Анна Никритина, летом 1923 года. По воспоминаниям Миклашевской, при знакомстве поэт даже не взглянул на нее. Есенин собирался в заграничную поездку. Обратно он вернулся осенью. После возвращения в Россию поэт начинает встречаться с Августа Леонидовной целый месяц. Эти встречи носили исключительно платонический характер. И несмотря на пылкие признания в стихах, первому поэту России так и не удалось покорить сердце актрисы. Миклашевская признавалась, что с Есениным они даже не целовались. Из воспоминаний Миклашевской Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Марингоф, Некритина, Есенин и я. Он был какой-то притихший, задумчивый. Я буду писать вам стихи. Марингоф засмеялся. Такие же, как Дункан? Нет, ей я буду писать нежные. Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в красной ниве. Был я весь как запущенный сад. Был на женщины зелья падки, разумравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя. Видеть глаз злотокарий омут, и что прошлое не любят, и уйти не смогла к другому. Жизнь диктует свои законы. Так и Сергей Есенин, не дождавшись ответной взаимности, пустился во все тяжкие. И спустился в трюм, ставший русским кабаком. Август Миклашевская очень много работала на сцене, посвящая себя сыну. После последнего свидания с поэтом, когда он прочитал ей седьмое прощальное стихотворение «Вечер черной брови на сопе», она встретится с Есениным уже на его похоронах. Август Миклашевская проживет долгую жизнь и умрет в 86 лет. На ее похоронах вместо прощальной речи читали стихи Сергея Есенина. Она так и не стала выдающейся актрисой, зато навсегда вошла в историю русской литературы, как муза великого русского поэта Сергея Есенина. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok